Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков от компании Тикмилу и с именем Артур Изятуллин. Ну что ж, началась новая торговая неделя и началась она не очень хорошо для быков, прежде всего на фондовом рынке. У нас сегодня активно снижаются фьючерсы на американские индексы, европейские индексы теряли более чем 3% у нас в моменте, активно также снижается золото. Единственным бенефицаром сегодняшнего падения был доллар, возможно появились какие-то страхи или опасения по поводу ликвидности доллара, как это было в апреле, в мае, если вы помните. Я писал на прошлой неделе, снимал обзор про возможную консолидацию, возможный прорыв вниз по S&P 500, там я обосновывал причины, почему это должно случиться, ссылочку на этот обзор я прикреплю в описании, можете ознакомиться с этой идеей. Значит, если в двух словах описать, о чем же я тогда говорил, значит, у нас после создания ФРС образовалась такая некоторая пустота, которую нечем было заполнить, у нас растет разочарование по новой фискальной сделке, по новой фискальной помощи американской экономики, не могут у нас договориться республиканцы и демократы, сколько же они готовы, сколько же правительства готовы выделить, чтобы поддержать экономику. ФРС четко обозначил, намекнул, что оцикл смягчения политики, завершен, будут ставки дольше, будут нулевые ставки дольше, чем предполагалось до 2023 года ожидая чиновники, но ниже ставок не будет. То есть вот именно эти ожидания, они у нас и породили вот такое разочарование, возможно, ожидалось, что ФРС будет дальше смягчать политику, но нет, параметры политики останутся на прежнем уровне, но увеличение смягчения, снова снижение ставок, расширение программы количественного смягчения не будет. Значит, так же не получается расти, как я уже сказал, на спекуляции, на каких-то слухах по поводу фискальной сделки, потому что у нас республиканцы-демократы открыли новый фронт противостояния, это назначение главы Верховного Суда США, поскольку на прошлой неделе у нас скончался предыдущий глава. В краткосрочной перспективе у нас вообще нет никаких оснований для роста, для восстановления фондовых индексов. Завтра у нас может выдать что-нибудь глубинное Джереми Пауэлл, уступая в Конгрессе, отчитываясь перед Конгрессом. Но в целом уже многое было сказано на прошлой неделе, на прошедшем заседании, ФРС как бы уже показал, четко показал, что же будет из себя представлять монетарная политика в ближайшем будущем. Тем не менее, я не рассматриваю текущее снижение как начало какого-то медвежьего тренда, это на мой взгляд лишь такая основательная коррекция, которая у нас отращивает вторую, будем так говорить, ногу. Вот здесь у нас была первая нога, после небольшой стабилизации пошла вторая нога, получается, коррекции. Почему это так? Ну, фактор монетарной и фискальной политики, они у нас сейчас имеют приглушенное влияние, потому что по ним не ожидается никакого развития, вот, собственно, и образовалась вот эта пустота, вот этим бычьим ожиданиям, да, на которых рынок рос, им сейчас не на что получается опереться. Но в долгосрочной перспективе, как я уже обсуждал в предыдущем обзоре, если мы сравним акции с активной фиксированной доходностью, то есть с облигациями, у нас акции все равно более привлекательны, по сравнению с бандами, рынок постепенно будет, инвесторы будут постепенно к ним присматриваться, но, естественно, для этого должна случиться коррекция, должна случиться скидка, и затем, затем будет у нас новое рассмотрение инвесторов, перспектив на фондовом рынке, будет новая волна роста, но нужно, естественно, подождать. Что еще? Важно помнить по политике ФРС такой момент, что, если вы помните, если вы следили за политикой ФРС, после начала пандемии был объявлен, ФРС объявил о том, что она создает ряд новых кредитных механизмов, то есть каналов направления кредитных средств на конкретные рынки, то есть, например, направление средств на вторичный рынок корпоративной облигации, на первичный рынок, на рынок казначейских векселей и так далее, то есть тогда, когда у нас возникает нестабильность на вот этих рынках, когда стоимость заимствования возрастает, участникам рынка становится неудобно занимать, неудобно привлекать средства, вмешивается ФРС в том плане, что она начинает скупать бумаги с рынка и таким образом погашает этот резкий рост доходности, возвращает на нормальный уровень, позволяя участникам занимать. Так вот, очень много было кредитных механизмов ФРС создано, вот такая вот есть табличка, да, с момента пандемии вот такой вот у нас соус, аббревиатура из зебуков возникло, это различные кредитные механизмы, вот видим здесь, да, скажем, для финансирования рынка казначейских векселей, для денежных рынков обеспечения ликвидности, для первичного корпоративного рынка, корпоративного рынка вторичного, для малых предприятий и так далее. А эти кредитные механизмы сейчас в ФРС, будем так говорить, в ФРС они наготове. И ресурсы, получается, у американского центрального банка, они значительные для того, чтобы стабилизировать кредитные условия, если они начнут выходить из-под контроля. То есть, если мы будем сейчас наблюдать при текущей коррекции, что на каких-то кредитных рынках в США у нас начинает расширяться спред, когда начинает слишком сильно или быстро расти стоимость заимствований, то есть компаниям и фирмам становится неудобно привлекать, невыгодно привлекать средства для того, чтобы финансировать какие-то свои операции. Они не могут, получается, нормально продать свои обязательства для того, чтобы привлечь средства. Тогда, лишь тогда мы можем ожидать, что вмешается ФРС, и фактор вмешательства ФРС, он, соответственно, поддержит и фондовые рынки. Но пока само снижение на фондовых рынках, это не является поводом для ФРС вмешиваться. Представитель ФРС Лейл Брейнерд, она недавно заявляла, что монетарная политика не должна реагировать, не должна отвечать. Она не должна быть заложником того, что у нас происходит на фондовом рынке, как там происходят взлеты и падения. Монетарная политика не должна их регулировать. Должна их регулировать, получается, макропруденциальная политика. Это совершенно другое направление. Это не процентная ставка, это не количественное смягчение и так далее. Это какие-то ограничения конкретные накладываются на то, насколько участники рынка могут брать риск, насколько могут брать плечо, чтобы покупать, могут ли они шортить, при каких условиях они могут шортить рынок и так далее. Это макропруденциальная политика. Монетарная политика не вмешивается, получается, во фондовый рынок, и поэтому текущее снижение, не нужно создавать, выдумывать причину-следственную связь, что если у нас есть снижение на фондовом рынке, у нас начнет вмешиваться ФРС. Нет, не начнет. Вот если у нас на кредитных рынках будет какая-то возникнет нестабильность, будут расти условия заимствований, стоимость заимствований, процентная ставка, то есть тогда вмешается ФРС, тогда, возможно, положительная реакция уже и фондовых рынков, потому что они тесно связаны с кредитными рынками. Потому что компании, которые представлены на фондовых рынках, они, получается, имеют доступ и к кредитным рынкам. Если у них на кредитных рынках все хорошо, значит, реакции должны расти. Вот такая вот взаимосвязь получается. Что еще нужно отметить? У нас по Маздак за несколько недель буквально значительно выросли ставки спекулянтов на падение. Достигли они у нас максимум, получается, с 2008 года, то есть с момента финансового кризиса. Это вот такое значительное произошло у нас увеличение коротких позиций по техсектору. И вот такой вот резкий рост, и вот мало того, что он резкий, он еще и значительный получается. Он у нас говорит о том, что быстрого какого-то восстановления, оптимизма на рынке ждать не приходится. Эта коррекция продлится. Необходим будет какой-то период стабилизации, прежде чем мы начнем рассматривать перспективы для покупки акций. И как раз-таки позиции спекулянтов, резкий рост коротких позиций, маловероятно, что резко что-то очень быстро изменится в плане позиций. Если сделана ставка на падение, то индекс должен хорошо скорректироваться, должен какой-то период стабилизации, какой-то торговли в диапазоне, прежде чем мы начнем рассматривать покупки по акциям, покупки рост по американским индексам. В связи с этим доллар у нас обретает, на мой взгляд, некоторую поддержку, за счет того, что у нас коррекция быстрая не закончится на американском рынке. За счет этого доллар у нас должен большее внимание со стороны инвесторов получить. Сейчас, естественно, против других валют он обретает некоторую устойчивость. Значит, если мы конкретно рассматриваем торговые возможности, обратимся, скажем, к евро-доллару, у нас, скорее всего, по паре позволит протестировать уровень 1.17, получается. Позиции у нас участников на фондовом рынке, как я уже сказала, не указывают, что продажа, что коррекция – это не коррекция одного дня. Она должна обязательно продлиться некоторое время. У доллара появляется фактор спроса. Это фактор спроса на сокращение расположенности к риску, то есть сокращение аппетита к риску. На мой взгляд, это основная у нас тема торговли на эту неделю. Евро, естественно, ничего противопоставить не может доллару в паре евро-доллар. И на возможном отскоке до уровня 1.18, возможно, стоит рассматривать короткие позиции с целью на 1.17. Про медвежий тренд по евро-доллару мы ничего не говорим, но вот фактор спроса на доллар, который у нас появился, сочет коррекции на фондовых рынках, он, скорее всего, позволит паре протестировать вот этот уровень, уровень 1.17, 10, 1.17. По фунту также, соответственно, у нас на фоне роста спроса на доллар, к этому добавляется еще у нас новый фактор. Это неопределенно связанное с локдауном. Вроде у нас появились там какие-то слухи, что может у нас опять какие-то ограничения санитарные вести в Великобритании. За счет этого у нас также фонд активно, как мы видим, здесь снижается. Он поупирался вот здесь в уровень 1.30, да, у него не получилось. И вот здесь в удобный момент представился. Прервался у нас вот этот, получается, краткосрочный мини-позитивный тренд. Вот здесь произошел прорыв. И, естественно, прорыв этого тренда снова у нас опасения по продолжению вот этого снижения дает. И поэтому, с учетом вот роста спроса на доллар, мы рассматриваем возможные короткие позиции. Также с целью протестировать минимум, который мы вот здесь все наблюдали. Это уровень 1.27720, но также, возможно, разумно было бы дождаться коррекции, да, получается, коррекции до уровня 1.28. Почему? Ну, потому что сегодняшний момент, он достаточно сильный, он уже отправил в значительное снижение пару. И небольшая коррекция, наверное, все-таки необходима, чтобы был вот этот тест, да, уровня 1.27720. Давайте еще по золоту рассмотрим возможную ситуацию, да. Оно у нас уже активно снижается. Пока я, получается, чертил, расчерчивал этот анализ, продолжилось это снижение. Хотелось бы отметить, что вот такие моменты коррекции, естественно, золото очень сильно реагирует, сильнее других возрастает по нему, естественно. Волатильность. И сейчас, получается, мы имеем такую ситуацию, что выход произошел у нас из-за треугольника, в котором золото у нас побывало начиная еще с прошлого месяца. Этот выход произошел на сегодняшний, получается, коррекции. И, естественно, этот факт, факт прорыва этого треугольника говорит о том, что также из-за роста спроса на доллар, из-за того, что у нас резко возросла нерасположенность к риску, у нас у золота не остается вообще оснований для того, чтобы, ну, расти. Потому что один из основных факторов, это, конечно, была политика ФРС, то, что дальше она, получается, будет сдерживать номинальные ставки и снижать она их будет. Именно снижать, точнее, а не сдерживать. Будет у нас падать реальная доходность. А реальная доходность, это у нас тесно связано с золотом. Когда она у нас, реальная доходность, спадает, инвесторы бегут защищаться от золота. Сейчас ожидания по падению реальной ставки не такие сильные, потому что ФРС не дал сигнал, что он будет дальше снижаться ставки. И, естественно, это фактор того, на чем покупать золото, если не на том, что будет дальше снижаться реальная ставка. Вот сомнение в том, что она будет снижаться, естественно, порождает вот такие вот движения по золоту, вот такую вот динамику. И я бы рассматривал это как очень важный сигнал того, что у нас прерывается обычный тренд по золоту. По золоту у нас намечаются тесты уровня 1, пока что, да, намечаются тесты уровня 1, 1906 долларов за тройскую унцию, 1900 долларов за тройскую унцию, да, потом дальше получается ниже. Поэтому, возможно, стоит рассматривать дальше короткие позиции по золоту. Конечно, после такого сильного снижения тяжело сейчас продавать дальше золоту на низах. Возможно, стоит дождаться небольшой коррекции вверх. Ну, предпочтительно, конечно, до уровня 1,930. Ну, можно, конечно же, и раньше. Вот, но целью, целью, естественно, у нас является уровень ниже, потому что у золота действительно отобрали очень важный фактор роста. Это реальная процентная ставка. Вот такая вот у нас сейчас ситуация на рынках сложилась. Будем дальше за ней внимательно следить. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, не стесняйтесь, пишите, задавайте ваши вопросы. Если вам понравился сегодняшний анализ, не стесняйтесь поставить лайк. На сегодня у меня все. Желаю всего доброго. Торгуйте в пропад. Продолжение следует...